Вот это вот. Жительница дома номер 200, Любовь Бондарь, благодарна строителям. Трещины в кухне заделаны и угол укреплен железной конструкцией. 12 лет женщина жила в страхе, что в любое время дом рухнет и она окажется под обломками. Теперь есть надежда, что дом простоит еще многие года. Ремонт начали у нас с 1 апреля и закончили, наверное, 10 августа. Ну, допустим, мне нравится, чисто покрасили все, подвали хорошо все подделали, там был мусор весь заасфальтировали. Вот здесь вот, вот этот угол, он теперь вот. Но есть и скептики. Владелец однокомнатной квартиры Анна Лобина недовольна ремонтом. Ее не устраивает качество произведенной работы. Вот они нанимают вот этих узбеков, они вообще не специалисты. Кое-как все делали, все вот это, вот здесь вот все они забили, вот это все забили, все зять здесь, все вот эти резетки, все это, забитые были, все зять вот это переделывал сам. В ходе капитального ремонта был укреплен фундамент. Большая работа была проведена в подвале, заново забетонированы полы. На эти цели было выделено с местного бюджета 27 миллионов тенге. Проведена полная замена всех подпольев, всех труб, проведена водоотвод, асфальт заасфальтировали, бордюры, лотки поставили, крышу заменили полностью. По квартирам прошлись, где были трещины, вообще их заделали. В Шымкенте 13 сейсмоопасных домов, 8 из них находятся в Инбекшинском районе. В текущем году капитальный ремонт произвели в домах 12 и 63А по 17 микрорайоне и в доме 200 по улице Чуканово-Алиханово. Согласно договору, они должны два года после проведения ремонта, все те неполадки, которые, если вдруг возникнут, они должны устранять за свой счет, так как это прописано в договоре. Соответственно, любые обращения граждан по этим неполадкам будут контролироваться. Оставшиеся пять домов в Инбекшинском районе будут отремонтированы в ближайшие годы. Шнара Уразова, Николай Иванов, Константин Исупов, Талгат Примкулов, информационная служба телекомпании «Утрар».